И не поедешь туда? Школа борьбы на заднем стекле и показательное выступление прямо на проезжей части. Водитель белого вица менял пинки на кулаки минимум 7 раз только за 5 минут конфликта. Все это попало на камеры уличного наблюдения. 10 других автолюбителей пытались объяснить молодому борцу, что стоит он на встречке. Уже полтора года движение по полосам здесь идет по схеме 3 к 1. За эту информацию водитель серебристой иномарки Александр сегодня и получил удары в лицо. Я аварии не допустил, то есть как бы я притормозил ему, посигналил для того, чтобы проехать дальше. Он выскочил, начал материться, кричать, что он прав, что он на своей полосе. Я ему показал знаки, говорю, ты стоишь на встречной полосе. Он начал кидаться, говорит, кому ты тут учишь. Ну и соответственно получил два удара в лицо. Сразу после вызвал на место полицию, говорит пострадавший. Только агрессивный водитель ждать ее не стал. С места происшествия просто уехал. Видимо продолжать осваивать приемы борьбы. Мы позвонили по телефону школы, которую нападавший рекламировал. Там от ситуации поспешили откреститься. Кто ездит на этой машине, я вообще не знаю. Не знаю, просто я за деньги дала рекламу. Где-то 20 машин есть. Я затрудняюсь ответить, но не знаю, что вам ответить. Я сказала, я не знаю этого человека. То есть вы рекламируете школу единоборств и никак с ней не связано, ее даже не знаете? Нет. А зачем вы ее рекламируете? Я не связан. Я посредник. А зачем вы ее рекламируете? Я не знаю, что вам сказать. Все, скоро кончится. Я на работе, мне некогда. Извините. Одними извинениями это дело не закончится. Сегодня пострадавший написал заявление в полицию. Очевидцы этого происшествия рассказали, что подобные, но менее травматичные конфликты видят здесь по несколько раз в день. Хотя направление движения по полосам здесь изменили еще полтора года назад. И тогда люди путались, несмотря на явную, новую, хорошую разметку. Сегодня здесь разметки нет никакой. Давайте проведем эксперимент, посмотрим, сколько людей за 10 минут нарушат здесь правила дорожного движения сегодня. Старт. Итак, 10 минут подходят к концу. Что мы видим? Десяток нарушителей, несколько аварийных ситуаций. Вот прям смотрите, целый ряд из нарушителей, 4 машины подряд. Все поворачивают, едут не по своей полосе, делают абсолютно, что хотят. Причем в департаменте мэрии, там, где принимали решение об изменении направления движения, говорят, и без разметки все видно, хватает же дорожных знаков. На данном участке установлено два дорожных знака, направление движения по полосам. Длина участка составляет 90 метров. На этих 90 метрах стоит два знака, которые большие, достаточно хорошо видны, информативны для водителей. Причем еще полгода назад ГИБДД выдали мэрии предписание разметку «Восстановить». В мэрии обещают сделать это в июне. А бонусом установить на этом месте еще и камеру фотофиксации, которая вместо нашей съемочной группы будет контролировать здесь движение по полосам и левый поворот. Эксерина Кашучек, Виталий Субосин, Владимир Антонов. Новости ТВК. Субтитры создавал DimaTorzok